Всем привет! Меня зовут Оля Понедельник. Это моя не книжная полка, точнее, не пятничное видео. И очень многие буктюберы используют этот сегмент своих видео для того, чтобы просто поболтать о чем-нибудь таком книжном или не очень. Я тоже воспользуюсь этой своей привилегией и расскажу о двух книгах, которые я прочитала... В трех книгах, простите, которые я прочитала после моего прессского книжного отчета, но еще до конца месяца. Вот так бывает даже. Оля, что с тобой творится? Я не знаю, когда ты успеваешь столько читать? И также я расскажу о книге, которую я буду читать на этих выходных, можно сказать, праздниках. То есть мы будем говорить выходные не в прямом смысле, выходные. Ну вы поняли, о чем я. Едем на шашлыки, товарищи, будем читать в гамаке. Ну и книги, про которые я хочу сначала рассказать, я думаю, вы о них слышали от меня ни раз, ни два, ни три. Это серия Голодные игры, я ее дочитала за два дня. У сестры вот такой вот двухтомник, нет, это называется... Короче, в одном томе две книги. Я не знаю, может, это никак не называется. В любом случае, мне очень нравится это издание, особенно по сравнению вот с этим третьим, потому что здесь туалетная бумага, господа. Я впервые в своей жизни осознала, как это неприятно читать туалетную бумагу. Но вот это вот просто потрясающее издание, его открываешь, вот так кладешь, и оно лежит. Оно лежит, оно не закрывается. Это может быть преимущество толстых и тяжелых книг, я не знаю. В любом случае. Я на летом просто забыла, как сильно мне нравится эта серия. Последний раз я ее читала пять лет назад. Может, даже больше. Это просто для меня немыслимое число пять лет назад. И третью книгу, где она, вот она, я перечитывала, как будто в первый раз. Потому что я совершенно ничего не помнила. Все вот эти смерти персонажей для меня были как в первый раз. И повторюсь, наверное, в который раз мне понравилась концовка, мне понравилась финальная часть. Я не понимаю, почему я так ругаю. Да, здесь много убитых персонажей. Но я думаю, это не так критично, потому что все-таки у нас голодные игры. Там в первой части куча народа померло, второй тоже немало. А в третьей почему бы и нет, собственно. Там война началась. Война. И буквально сегодня я одним глазом, наверное, левой ногой и правой рукой прочитала книгу. Правда, в электронном варианте. Она называется «Кради как художник». Эта книга нам понадобится нам с участниками проекта «Пишу роман». Мы ее будем читать на этой следующей неделе. На следующей неделе, я думаю. Я ее читаю заранее. И, скажи честно, она мне очень нравится. Она очень маленькая, потрясающая книга о том, что не нужно как-то заморачиваться, пытаться сделать в творчестве что-то принципиально новое. Потому что если мы перерабатываем старые идеи или чужие идеи, мы перерабатываем свое, мы находим себя, мы находим свой голос. Пытаясь стать кем-то, мы обретаем себя. Мне кажется, это потрясающая идея. Хотя, может быть, для кого-то она звучит слегка странно. В общем, в любом случае, я вам очень советую эту книгу. Там много картинок, цитат, и сама по себе она очень небольшая. Ну, а теперь приступим, собственно, к пятничным чтениям книг, которые я буду читать в эти выходные. Я не знаю, почему буктюдеры так любят показывать несколько книг, которые они будут читать в выходные. Потому что мы с вами знаем, что мы будем с вами читать одну книгу, и, дай бог, мы ее закончим. Ну, по крайней мере, за мной это всегда так. Поэтому я покажу только одну книгу, получится ее прочитать. Я буду очень счастлива, начну новую. Но расскажу о ней. Это не книга, это буклетик. Я его достала сначала, что хочу прочитать вам, что написано на обороте. Мне кажется, очень сильно отражает то, что происходит в книге. Мне понравилось. Книга «Облачный атлас» Дэвида Митчелла. Я сейчас нахожусь... О, нет, я вам скажу, на какой странице я нахожусь. 240 моя страница. Как от нее вкусно пахнет. То есть я прочитала одну четверть книги. Долго доходила до Оли-программиста, сколько будет 800 поделить на 200. Но уже какое-то свое впечатление я сложила об этой книге. И она мне нравится. Она мне честно очень нравится. Я надеюсь, что дальше все будет так же прекрасно. Я балдею от фильма, я обожаю этот фильм. Прочитаю вам, что тут написано. Здесь написано «Облачный атлас подобен зеркальному лабиринту, в котором перекликается 6 невероятных историй, 6 различных жанров, 6 временных периодов с 1846 до 2346. 6 разных персонажей, души и судьбы которых оказываются переплетены самым невероятным образом». Что я хочу сказать про фильм. Я очень неусидчива в плане кино. То есть если длинные фильмы, я скорее всего не досижу. Ну, по крайней мере, я буду ерзать в своем кресле и не знать, куда себя деть. Это один из редких фильмов, в который я высидела до конца. И при этом, когда он закончился, я такая, ху-ху, что все закончилось, что 3 часа прошло. Он действительно очень долгий. Потрясающий фильм. И всю соль я поняла, когда пошли субтитры. Вот это потрясающее чувство, когда открытие ты совершаешь сам, не почитал где-то, не посмотрел. В субтитры пошли ты понимаешь, что происходило весь фильм. Не субтитры, титры. Я все время путаю. Короче, титры пошли. Вот, собственно, книга. Мне очень нравится, что, несмотря на то, что она толстая, странички очень такие вытянутые. И получается, что на одной страничке не очень-то много текста. То есть очень приятно читать. Хорошая бумага в этом плане. У-у-у, потрясающая книга. Оля Залипла. Может быть, кинообложка не совсем то, что я хотела. Я обожаю серию интеллектуального бестселлера, но это тоже потрясающая вещь. Здесь у нас шесть историй, я сказала. Делятся на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать кусков. Наши истории, они повторяются. То есть кусок истории, потом кусок другой истории, потом кусок этой же истории, потом кусок другой истории. И вот как-то они перекликаются. Что интересно, что в каждой истории свой язык, своя манера поиснования. Кажется, как будто это писали разные авторы. Сначала, кажется. Но потом понимаешь, что Дэвид Митчелл, ты меня не проведешь, я тебя узнаю везде. Ходила я недавно в книжный поглазеть, собственно, на книжечки, что я делать люблю. И там стояло довольно много книг Дэвида Митчелла. По-моему, две или даже три. И все они были вот одинаково толстыми. И это меня на самом деле испугало, потому что если автор пишет только толстые книги, это, наверное, говорит о том, что он просто не умеет ужимать свою мысль. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Но Облачный Атлас – это потрясающая вещь. Не зря она входит в мой любимый список. Тысяча одна книга, которую нужно прочитать, прежде чем умереть. И я очень счастлива, что мне выпала честь ее прочесть. Книга, несмотря на свой объем, читается быстро. Потому что я, на самом деле, когда книга особенно большая, я боюсь самого этого факта, что она большая. И, наверное, поэтому читаю еще медленней. Но с этой книгой совершенно другой разговор. Я читаю, наверное, 50 страниц в день, но с большим удовольствием. И не хочется никогда расставаться с этой книгой. Если бы я ездила куда-то в метро на учебу, допустим, я бы только ее там и читала. И, кстати, чуть не пропустила остановку, когда ехала с ней в метро. Это о многом говорит. Ну вот, что я буду читать в эти выходные, что я уже прочла за последние несколько дней. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы будете читать на эти майские праздники. Или, может быть, вы просто будете сажать овощи, фрукты. Нет, фрукты, наверное, не сажать овощи, полоть грядки. В общем, пожалуйста, напишите, что вы будете читать на этих выходных. А я всегда ваша книжная полка.